Куйбышевский парад 7 ноября 1941 года сыграл стратегическую роль в исходе Великой Отечественной войны. Сегодня об этом рассказал самарским студентам историк, журналист, писатель Борис Кожин. В 40-е годы, будучи подростком, он видел, как жила запасная столица. К большинству горожан подселяли эвакуированных, а норма хлеба на продовольственной карточке была чуть больше, чем в блокадном Ленинграде. Историю парада Борис Александрович изучал по документам. Шествие показало всему миру боевой настрой Красной Армии, а прямо с парада бойцы отправлялись на оборону Москвы. Из-под Иркутска, из-под Хабаровска сначала сюда свезли для участия в параде несколько сибирских дивизий вооруженных. Москвичи и историки Великой Отечественной войны знают, что отстояли Москву. У сибиряки, приехавшие к нам на парад, это целая войсковая операция была проделана. Сначала сюда на парад, потом отсюда моментально, ну как можно сказать, по тем скоростям, моментально в Москву, а там каждый час был на учете. В наши дни важную роль играет память о том историческом шествии. Именно поэтому с 2011 года в Самаре проводится парад памяти, инициатором которого тогда выступил Дмитрий Азаров. Как и в 41-м, на площади Куйбышева собираются колонны из разных регионов страны. В юбилейный год парадного шествия не будет, зато мероприятия, посвященные параду, проводятся повсеместно. Узнать историю и принять участие в торжествах могут все желающие, в том числе и на таких лекциях, как эта. Это очень интересно, и у него были эмоции, и я реально заплакала, потому что личные переживания, я понимаю боль. Он рассказал, как он в детстве все это переживал, сколько ему пришлось отказываться от того, что мы имеем. То, что мы сейчас, грубо говоря, у нас все есть, но мы этого не ценим. А еще студенты уверены, что в ближайшее время противоэпидемические меры будут отменены, и следующий парад памяти они смогут увидеть во всем его торжественном величии. Олег Зверев, Николай Сидоров, События.